Для всех преданных зрителей на прошлой неделе и на агент, а также террорист-экстремист Гордон поделился сенсацией о моем романе с другим террористом и экстремистом Алексеем Арестовичем. Довольно быстро все это переместилось в заголовки изданий вроде «Сарафан-23», «Правда.ру» и «Ньюс.ру». Поэтому я просто не могла не поговорить с Алексеем лично. Как неожиданно, Алексей, мы с вами связались. И повод такой неожиданный, особенно для моего мужа. Дмитрий, ваш коллега, тут заявил, что мы с вами пара. Что вы об этом думаете, Алексей? И заодно, кстати, приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Мы, скорее, пара с заголовками Дмитрия Гордона. Я систематически у него пара, потому что нет уже где-то полгодика ни одного заголовка, где бы не было моей фамилии. То есть вы считаете, что это Дмитрий просто таким образом, как это говорит, молодежь хайпует? Он хайпует, да, поднимает просмотры, ажиотации. Это же он понимает коллективного зрителя, как тело, которое надо гальванизировать. Бах, приложил ему электрошип. Бах, бах, бах. Фамилия Арестович, теперь Собчак, сочетание с Арестовичем. Хорошо рассчитанный разряд, я бы так сказал. Ну вот вы знаете, раз уж мы с этого начали, я все понимаю про пропаганду российскую. А что с пропагандой украинской? Вот вы за ней следите, как она устроена? Украинская пропаганда, она тоже разная, но ключевая, мейнстримная, наиболее слышимая, это пропаганда с позиции жертвы. То есть это антиколониальный дискурс такой, где колонна к митрополии, конечно, выступает проклятая Россия. И это то, что Портников сказал в эфире с Лупыниным и Фигином. Кульминация это была «Вы нас изнасиловали». То есть украинская пропаганда – это крик жертвы в суде, хорошо охраняемые теперь жертвы. В суде насильнику челюсть этот самый, она сумела выкрикнуть это все. Она мне не нравится, я против нее системно выступаю. Ну вот в моем ощущении, вы меня поправьте, может, я просто не настолько в теме, украинская пропаганда имеет какой-то уклон все-таки немножко другой. Как ни странно, она склонна к какой-то желтизне. Ну то есть условно я захожу на канал Freedom, и там просто все это называется «Инсайды Максаковой». Я вам просто зачитаю заголовки, чтобы не быть голословной. «Почему Собчак затаила обиду на Волочкову?» «Собчак – провокатор голой вечеринки, она отомстила Ивлеевой». «Собчак – придворный стукач, и Михалков спелись». И так далее. Я вообще не была никогда подругой Максаковой, не знаю вообще, почему она меня именно так любит, но такого это только я про себя нашла, там так про всех. С чем это связано, как вы считаете? Это связано с тем, кого считают целью пропаганды. Кто-то, кто в фокусе канала Freedom и всего такого желтого стиля пропаганды, это человек, сидящий на борщиковке. Я не знаю, знаете вы это или нет. Это такой очень самый, при всем уважении, задрипанный район Киева, который сидит в тапочках на носок шерстяной возле подъезда, пьет пиво из бутыля и щелкает семечки. И вот у него есть мнение по поводу Собчак, мнение по поводу Путина, мнение по поводу ядерных угроз, мнение по поводу ультиматума, мнение по поводу освоения Марса, мнение по поводу искусственного интеллекта. Но наши пропаганды считают необходимым подправить это мнение, то есть скорректировать и показать ему, как правильно он должен думать на эти темы. Коллективность Липаков — цель этой пропаганды. Вот он сидит у телевизора и боюется всем миром. Он щелкает каналы, соглашается или не соглашается. У него примерно тот же пузырь, тот же тапочки, у него логика другая. Логику сейчас объясню бы с моей точки зрения, как выглядит. Украина — бесконечная жертва, и у нас пропаганда шизофреническая. С одной стороны мы жертвы, с другой стороны мы бесконечные герои, которые вот развалят Россию, поделят ее и так далее, и так далее. А в России это жертва, которая посмела взбунтоваться. У нас тоже сейчас, как это принимается, стиль, который задают Портников, задают прямой канал, канал Порошенко, это тоже стиль жертвы, которая посмела взбунтоваться. Ну, в России он был изначально заданным. Слова Путина, да, мы берем как ориентиры, острия пропаганды, на которые ориентируются, как на образец. Пять волн расширения НАТО. Мы много лет пытались с вами договориться. Мы пытались быть, Россия терпела, терпела, терпела. А теперь нет, теперь ярость благородная поднялась, город Китиш восстал, и черные ордынские орды или орды Запада сейчас получат свое. У нас не так. У нас дискурс за то, что мы посмели восстать, но он узкоспецифичен. В основном это нытье по поводу того, как плохо со мной обращаются. В фокусе российской пропаганды – Запад, а в фокусе украинской пропаганды – Россия. Контрзависимые отношения. То есть надо вечно бороться с Россией. Если Россию изъять из украинского ментального круга, то рухнет все. Потому что у нас все собрано вокруг России. У нас человек поднимается с лавочки, идет в душ, он думает про Россию. Но должен думать, по мнению нашей пропаганды. Он идет за картошкой, он думает про Россию. Он ест пельмени, он думает про Россию. Россия в это время борется с Западом. Россия относится к Западу так, как мы относимся к России. То же самое. Ну, об этом мы еще поговорим. Я хотела вернуться к Дмитрию Гордону. Вы же долгое время были у него почетным гостем. И прошлым летом вместе вы гуляли по Киеву. А сейчас он говорит, что он признает вашу роль, скажем так, в том, чтобы объяснить людям, что все будет хорошо, такая психотерапевтическая роль. Но спустя время он называет вас агентом российского влияния. Объясните мне, это тоже часть пропаганды? Он очень гибкий в своих оценках, скажем так, в выборах. У нас с ним была история, когда по конфликту по делу Агнера, он мне прямо в лицо на телеканале Голованова Василия сказал, что он не кодяй, я задал ему несколько вопросов, он переменил свое мнение. То есть он охотно меняет мнение, если он предоставит реальные доказательства, но он же и очень профессионально, актерски, искренне и эмоционально настаивает на том мнении, которое у него есть в этот момент. Поэтому он смотрится очень хорошо, у него большое количество поклонников, обожателей, и что бы он ни утверждал, он утверждает это с предельной искренностью. Есть у человека такой вайб. И сейчас он, наверное, думает, что арестовавший агент российского влияния, и очевидно, это искренне защищает. Это если не брать более серьезную версию о том, что он просто отрабатывает, ну, скажем так, политическую моду, существующую в этом сезоне. Может быть, вы сказали что-то, что говорить сегодня украинцам нельзя. Потому что это касается не только Гордона. Я вот так проанализировала. Вы когда-то были, назовем это, крашем, вот всех моих бывших коллег с дождя. Зовут сейчас туда подалека, а не вас, скажем так. А вот в России, наоборот, я знаю очень много людей, которые поддерживают СВО, поддерживают президента Путина, но при этом смотрят вас, обсуждают вас, и иногда даже говорят о том, что вы какие-то рациональные вещи говорите. Вот почему так изменилось, и где эта красная линия? Чего нельзя говорить, будучи украинцем? Ну, во-первых, это было неизбежно. Не знаю, помните вы или нет, но в 22-м году, когда войне было 2-3 недели, простите, я сказал, что это сейчас я популярный, а потом меня будут ненавидеть и обвинять во всем. Чем больше на тебя возлагает ожиданий клиент, или там коллективный клиент, если говорить в терминопсихотерапии, тем большим злом ты потом откажешься. Это было совершенно очевидно, и я по накалу пропаганды видел, по накалу культа своей личности видел, насколько тяжелым будет откат. Причина отката, оговорка по Днепру, предложение вместе с Путиным предъявить коллективный иск к Западу, и прочее, прочее, это все неважно. Даже если бы я был безупречен в своей риторике, вот чего они не понимают, это все равно бы произошло и поменялось. Это даже брать без того, что я любимый предмет украинской внутренней пропаганды, любимое жутко, любимое зло. Есть люди, которые кидают ежемесячно десятки тысяч долларов годами, чтобы опорачивать мои имя, вырезать, поставлять. Ну, короче, профессиональная работа против меня. Даже без учета этих факторов это все равно бы произошло. Просто маятник пошел бы в другую сторону. Я сбросил это совершенно осознательно. Это очень важно понять. Потому что многие люди думают, что я бестолковый политик, я не понимаю, что я несу. Я заигрался, меня задавило эго, я биженка и так далее, и так далее. Я наговорил обидных вещей в ответ, те, кто меня обидел. И люди ха-ха-ха посмеялись и отказались меня слушать, отписываться и так далее, и так далее, приглашать. Это не так. Я сбросил это совершенно осознательно. Ну, смотрите, красные линии, у нас мир с Россией, возможно, перемирен. Все, кто об этом положен, говорить только самим, которые сами же себе запретили вести переговоры с Россией решением нашего Союза национального безопасности и обороны. Но сегодня на конференции по миру, первой швейцарской, они говорят о том, что на второй будет приглашена Россия. Сразу хочется задать им вопрос, а как же так? Вы же сами себе запретили это дело. Второй момент. Вы не можете ничего говорить о хороших русских или о том, что у русских, например, есть, у россиян, есть и у России свои интересы, которые должны быть защищены. А у России, как у любой страны, есть свои интересы, которые должны быть защищены. Это просто признаемо как факт. Вы плохой, если вы скажете о том, что можно пожертвовать частью территории, либо де-факто смириться с потерей части территории, без того, чтобы бесконечно бежать к границам 91-го года, которые, между прочим, результаты СВО, проведенные в 1939 году, точно такой же СВО. Украина пользуется этими границами, которые Сталин, проводя свое СВО на Западной Украине, нам обеспечил. Ну и большое СВО 1941-1945 годов, по результатам которого Украина добавила еще немного территории. Поэтому это очень примитивный русский лобок, который такой вот, как картинки для трехлетних детей. Украинская пропаганда вот такая, к сожалению. Мы можем много говорить о российской, но по елику вы не спрашиваете, это такой реверанс нашим украинцам, что ж ты, падла, разговаривая, сообщать мне говорил, какая плохая Россия. Я отвечаю только на те вопросы, которые вы задаете. Ну, вы сказали сразу, что я всегда использую словарь собеседника, всегда. Ну вот по поводу словаря собеседника и по поводу вашего личного словаря. Вот вы, когда разговариваете с аудиторией на разных каналах, вы как представляете себе эту аудиторию? Вы говорите с украинцами, вы говорите с русскими, вы говорите с уехавшими украинцами. С кем? Я даже говорю, часто не всегда, но говорю, я говорю, с россиянами, могу сказать, уехавшие украинцы, или те, кто остался, те, кто на фронте. Я всегда стараюсь специфизировать, то есть указывать прямо, к кому я обращаюсь. Я посмотрела много ваших эфиров, в принципе, слежу за тем, что вы делаете. Вы там много говорите о том, что все равно любая война заканчивается переговорами и какой-то формой мира. И то, к чему сейчас все идет, ну, если суммировать эти переговоры для Украины, будут в любом случае сложными, а скорее всего, невыгодными. Вы эту фразу говорите для российской аудитории или для украинской? Украинская аудитория злится, российская радуется, но на самом деле равным может и огорчаться российская. Особенно, если всерьез посмотреть на цели, которые ставила перед собой так называемая специальная военная операция и чего она в реальности достигла. Мой месседж очень простой для обоих аудиторий. И тем, и тем придется идти на компромисс. И компромиссы будут болезненными. Особенно, если их подать как болезненными, и пропаганда будет подавать как болезненными. А вот способен ли масса зрителей оценить реально, что произойдет, где компромиссы, какие цели ставились, чего достигли, чего не достигли, какие перспективы. Но я использую свои эфиры еще как маленькие классы по обучению, по аналитике. Тем, кто хочет учиться, смотрите, вот такие факты указывают на такие вещи, на такие перспективы. Посмотрите, какие цели, посмотрите, что думает Запад, посмотрите, куда он ведет и так далее. Поэтому компромиссы придется этим и тем. Просто мне кажется, что мало кто в Украине сегодня готов понять, что компромисс — это всегда что-то неприятное. Не может быть компромисс, в котором все для тебя будет хорошо. Он на той компромисс, что ты от чего-то откажешься и что-то приобретешь. Где та точка, когда компромисс в Украине какой-то компромисс будет приемлем? А я предлагаю ход и России, и Украине, и Западу, и всем сразу. Я предложил ход, который звучит так. Забываем слова «победа, поражение» для обеих сторон. Забываем слова «компромисс». И вместо этого используем слова «реальные интересы». Потому что пока... Приветствую вас, друзья и недруги. Ксения Анатольевна Собчак пообщалась с Алексеем Арестовичем. Арестович у нас признан террористом, экстремистом, кем-то там еще нехорошим человеком. Ксения Анатольевна, кстати, не признана нецом. Так вот, мне любопытно, я просто посмотрел рейтинг цитирования, это ее беседа с Собчак. Ни в какое сравнение по объему резонанса не имеет, допустим, с разговором той же Ксении Анатольевны с Алексеем Паниной, тезкой Арестовичем. Ну, ведь странно, да? Фигуры абсолютно разного масштаба и по влиянию, и по всему прочему. Почему беседа с Арестовичем прошла? Ну, в целом, незаметно, если не считать соцсетей и телеграм-каналов некоторых. А разговор с Паниной цитировали в течение нескольких месяцев, и там количество просмотров какое-то совершенно бешеное. Любопытная деталь, мне кажется. Буду думать эту мысль. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. Вы следите за тем, что пишут в социальных сетях, в том числе о вас? Ну, сейчас, в последние годы в социальных сетях минимально слежу. Минимально. Только если просто попадается в ленте. Так специально не бегаю и не выискиваю в социальных сетях про себя. То, что ваше назначение пролоббировала Ксения Анатольевна Собчак? Это является для вас обидным или вы настолько ничтожным, что вы игнорируете такого рода? Да хоть папа римский. Какая разница, что пишет? Вопросом можно человека спровоцировать? Точно можно. Можно ли его обидеть или унизить вопросом? Вопрос может быть бестактным. А такт это одна из основных и важнейших человеческих качеств.